Червонозаводский суд Харькова начал рассматривать дело в отношении экс-мыра Славянска Нелли Штепе. Напомним, ее обвиняют в пособничестве террористам и посягательстве на территориальную целостность Украины. В суде Штепе представляет три адвоката. Перед началом заседания они заявляют несколько ходатайств. Среди прочих, вызов свидетелей, перенос заседания в суд Славянска и возврат обвинительного акта в прокуратуру. Просили суд о возвращении данного акта в прокуратуру, поскольку он не соответствует требованиям уголовно-процессуального закона. В нем нет основного факта. Это факт того, что Нелли Горюна была в плену. В свою очередь Штепе также подает ходатайство. Она требует закрыть уголовное производство и отпустить ее. В своем заявлении Штепе опирается на закон об особом статусе Донбасса, согласно которому от уголовной ответственности освобождаются те, кто не совершил тяжких преступлений. Там идет речь о лицах, которые не совершили преступлений, не связанных с похищением людей, не связанных с убийством людей. Я считаю, и сторона защиты полагает, что Нелли Горюна Штепа таких преступлений не совершала. Она не призывала людей к насилию, она не призывала людей к тому, чтобы разрушали коммуникации, разрушали дома жилые, разрушали учреждения, шли куда-то воевать и так далее. К этому призывов не было. А если и призывы были, которые, в частности, мы все знаем, призыв 9 мая, это был призыв, скажем, ну это уже я раскрываю, как бы небольшие адвокатские таймы, как говорится. Это были призывы в тот момент, когда в ее квартире находились трое боевиков, которые положили в пол Алену Агаркову, которая присутствует в данном судебном заседании. За дверью спали дети и сказали, дали ей телефон, и сказали, позвони Нелли Горюна Штепе и скажи, она должна выступить на 9 мая и позвать людей на референдум. А вот у прокуратуры другое мнение на этот счет. На думку прокуратуры, Нелли Штепа не подпадает под звольнение от криминальной ответственности. Последний из семи поданных ходатайств касается изменения меры пресечения. Защитники уверяют, те риски, которые ранее были заявлены прокуратурой, уже отпали. Поэтому меру пресечения можно заменить на домашний арест. Однако и тут прокуратура уверяет, по закону это невозможно. С 31-го до криминального кодекса были внесены изменения, которые предпочтают, что по определенному перелику статей не может быть другого запобежного захода. То есть, если человек подозревается в этих злочинах, может быть только запобежный заход. Злочины, которые инкриминуются, Нелли Штепы входят в этот перелик. Ольга Калиниченко, Евгений Климентьев, 057.UA